Я в двух словах расскажу про себя. Меня действительно зовут Александр Орлов. Первые 10 лет моей карьеры прошли в IT. Я работал в тестировании, в разработке, потом стал руководителем команды. Работал с компанией Sun Microsystems 4 года, потом в питерском Intel 4 года я работал менеджером команды. С 2010 года мы работаем вместе с моим коллегой бессменным Славой Панкратовым из Киева, который в свое время был директором киевского Яндекса. И вот мы с ним в 2010 году объединились как-то, чтобы заниматься обучением. Мы это называем, мы учим умных людей работать с другими умными людьми. Такой у нас громкий слоган. Ну и по факту действительно, то есть мы много ездили по разным городам, странам, с тренингами про управление командой, про конструктивные коммуникации, про управление проектами. И суммарно где-то там от наших рук пострадало 1015 человек в онлайне и 1006, наверное, на живых мероприятиях. И это все к чему веду? К тому, что я последние, получается, 11 лет профессионально занимаюсь бизнес-обучением. И обучаю темледов, руководителей команд, тех, кто хочет ими стать, тому, что называется soft skills. То есть каким-то вещам не техническим, а таким скорее коммуникативным, скорее про работу с людьми. И так получается, что за последние годы самой работающей практикой, это по отзывам наших студентов, выпускников, остается конструктивная конфронтация. Вот та, которую Юля анонсировала, по которой будет мастер-класс. И вот там вот неприметный мужчина сзади на диванчике, Дима Климчук, он этот мастер-класс для вас проведет на 3 часа, со всеми там нюансами, техниками. И вот эта практика позволяет решать проблемы с людьми. Причем проблемы рабочие, семейные, вообще кучу разных проблем можно ей решить. Абсолютно серьезно говорю. По отзывам наших студентов. Опять же, я читаю их эссе, то, что они пишут, массу разных проблем люди решают. И мне в какой-то момент стало казаться, что я довольно неплохо этой практикой овладел. Ну, потому что я уже там раз сто, наверное, по ней прочитал мастер-классы, уже сам понял, о чем там речь. И так получилось, что я еще разбирал кейсы наших студентов. То есть какие-то управленческие ситуации непростые, которые они присылали и спрашивали совета. Ну, или в качестве домашнего задания они их там присылали, и я там с умным видом, морщил лоб, все это разбирал. Мне казалось, что я стал прям крупным специалистом, знаете, там по мотивации людей, там по мотивации команд, по созданию команд. И я в этом состоянии пребывал до тех пор, пока я обнаружил, что моя собственная мотивация, она как-то исчезла. Это был такой неприятный факт. Я прям помню, что я читал лет года 4 или 5 назад, я читал тренинг по мотивации команды, и в тот момент меня тошнило от моей собственной работы. И надо было как-то, знаете, все-таки ты же про мотивацию читаешь, надо как-то выглядеть хотя бы чуть-чуть мотивированным. Очень неприятное ощущение, как будто ты делаешь то, во что сам не веришь, что ли. У меня случилось, ну, психологи, как я потом узнал, называют профессиональное выгорание. Я там дошел уже до практически психосоматики, когда там бессонница и все вот эти вот остальные интересные истории. Но тут мне на помощь пришел мой бизнес-партнер. Слава Панкратов, он это заметил, говорит, коллега, как-то вы, похоже, не испытываете энтузиазма от нашей общей работы. Я говорю, как же это верно замечено. Говорит, давайте вы сходите отдохнуть. Вот, я предлагаю вам сходить в отпуск на год. Вот, и он меня отправил в годовой отпуск, который называется sabbatical по-английски. Вот, и у меня была очень простая идея, что я, знаете, я, поздравляю, что вы, может, начнете мне завидовать, как бы, да, годовой отпуск, это такая интересная история. Вот, еще и деньги мы с ним по-прежнему делили пополам, то есть работал только он, я отдыхал, а деньги пополам. Вот, но вы подождите, мне завидовать. Тут все не так, не так однозначно. У меня была идея, что я, значит, отключусь от работы совсем, перестану читать почту, перестану участвовать в наших совещаниях, митингах. Не буду ничего делать, буду читать умные книжки, много времени проводить с семьей, значит, ездить по разным городам и странам. И мне сам собой придет в голову ответ. Чем же я хочу дальше заниматься? И как я хочу дальше заниматься? Ну вот, и я начал ездить там какие-то, значит, на юг к нам, потом с семьей мы в Лондон съездили, на запуск космического корабля на Байконур слетал я со своими старшими пацанами, у меня трое детей. Прочитал книжку Носима Талиба «Антихрупкость», наконец. За первые восемь месяцев моего творческого отпуска я понял, что мне очень нравится отдыхать. Это был мой главный вывод из всей этой истории. Я даже начал подумать, что это, возможно, мое предназначение такое, как-то вот этим заниматься. Я понял, что восемь месяцев-то прошло, и через четыре месяца мне надо возвращаться обратно на ту работу, от которой меня по-прежнему тошнит, которой я не хочу заниматься. И дальше вот с этим начал разбираться. Как именно разбираться, я расскажу чуть-чуть попозже. Но, в общем и целом, это было работать со специалистами. И главный вывод, который я сделал из годового отпуска, это вопрос не в том, что мы мало отдыхаем. Вопрос в том, что мы живем как-то не так. Каким-то странным образом, что у нас накапливается стресс, и отпуском это не решается. Потому что, вернувшись из отпуска, ты остаешься с теми же моделями восприятия мира и поведения, которые у тебя есть. И у тебя этот стресс продолжает накапливаться. Ты не можешь ходить каждый год в годовой отпуск, к сожалению. И вот об этом я как раз сегодня и хотел бы поговорить. Как это выглядит в реальной жизни? Ну, не все себя доводят до степени профессионального выгорания, как я. Не все так стараются, наверное. Чаще всего то, что я наблюдаю у наших студентов, это ситуация карьерного плато. Когда люди как-то на первом таком рывке становятся темлидами. Есть кто-то менеджеры, темлиды команд? Есть такие люди сегодня здесь? Если я спрошу, почему вы стали менеджером или темлидом, у вас, наверное, есть какое-то свое объяснение. Такая рационализация, как это произошло. Но то, что я наблюдаю, это то, что люди как-то сами собой становятся. То есть кто-то потому, что он лучше всех общается в команде, кто-то потому, что он лучший технарь в команде. Ну, так или иначе, на каком-то первом рывке люди вот так растут наверх. И в этот момент такое ощущение, что все происходит как-то само собой. У тебя растет зарплата, у тебя растет область ответственности, должность меняется, все классно. А потом как будто все это, знаете, вот так затихает. То есть выходит на такое плато. Когда ты работаешь, ты живешь, а в общем и целом не так много чего меняется. Проекты примерно те же самые, коллеги примерно те же самые, должность та же самая. Деньги, конечно, повышают каждый год, но в общем не в два раза уже. И как-то, в общем, не так сильно все вокруг меняется. И ты так иногда начинаешь оглядываться назад и с ностальгией вспоминать, вот как там было-то раньше, там и трава была зеленее, и девчонки красивее, и зарплата росла бодрее, и проекты менялись. И думаешь, вот там-то была жизнь, а сейчас как-то вот оно вот сюда куда-то вышло. И что с этим делать не очень понятно, да? Но в общем и целом надо разбираться. То ли здесь как бы проблема с тем, что мы оцениваем то, что сейчас происходит не так, то ли мы как-то странным образом оцениваем произошедшее, то ли есть какое-то непонимание, куда двигаться дальше. В общем и целом я начал погружаться в эту историю. И в начале этого года, в апреле, если быть точным, я работал с 20 нашими участниками, у нас был один из проектов, и я подумал, что было бы интересно их объединить в небольшие группы по 5 человек и поработать с ними в таком режиме коучинга, может быть, чуть-чуть психотерапии. Мы с ними созванивались каждую неделю по часу-полтора, и у меня была идея, что люди будут приносить свои управленческие кейсы, а я буду их учить, как эти кейсы друг у друга разбирать. Но люди, значит, начали приносить не только управленческие кейсы, половина кейсов оказалась карьерными, как раз про карьерное плато, какие-то такие вещи, куда двигаться дальше, сейчас что-то не так. И мы с этим тоже пытались как-то разбираться. А я на этих созванных сидел и очень внимательно слушал слова, которые люди говорят. Потому что за словами и за тем, как они их произносят, скрывается довольно много смысла. Чтобы нам в этот смысл погрузиться, я вначале сразу оговорюсь, коллеги, то, что я сейчас буду вам рассказывать, возможно, у вас будет вызывать узнавание. То есть вы, может быть, себя будете узнавать или своих коллег в чем-то. И узнавание, оно обычно бывает быстрым. Но быстрых пилюли, к сожалению, нет. Ну потому что если вы формировали свой характер и свою личность так, чтобы к 35 годам выйти на карьерное плато, вы этим, собственно, занимались 35 лет примерно. И найти какой-то такой триггер, который бы раз и все, и вы стали другим человеком, я, к сожалению, не знаю пока такого триггера. Если узнаю, наверное, мой отпуск продлится до пенсии. Я могу не работать, вот, и только деньги собирать людей, рассказывая про этот триггер. Но я не знаю. И я не знаю быстрых рецептов. Поэтому я сразу вас предупреждаю, что узнавание, возможно, будет быстрым, но быстрых пилюлей не будет. И я здесь же говорю, что я все-таки не психотерапевт, коллеги. Я как-то человек, который живет с психотерапевтом, у меня жена специалист, но я, к сожалению, пока вот еще не обучен этому делу. Я погружаюсь в область, где-то часов на 500 я пока погрузился. Это включая там индивидуальную работу, групповую. Я сейчас работаю с людьми как коуч, литература, семинары. Но я все-таки пока не могу назвать себя каким-то, значит, гуру в этой области. Поэтому это то, что какие-то выводы, которые я сделал для себя и наблюдая за теми, с кем я работаю. Пара терминов, чтобы нам понять, как оценивать то, что люди говорят. Мы сейчас немножко возьмем из терминологии гештальта. Не знаю, сталкивался кто-то или нет, но сейчас мы все туда немножко погрузимся, узнаем, что такое… или погрузимся, узнаем, что такое закрытый гештальт, не закрытый гештальт. Но в частности в гештальте есть такое понятие как потребность. И идея в том, что вся наша жизнь – это череда удовлетворения каких-то наших потребностей. И эти потребности не бывают плохими. Они все хорошие. Потребность в безопасности, потребность в уважении, потребность в принятии, в признании, потребность в том, чтобы не тревожиться, ну и так далее. Но при этом способы удовлетворения этих потребностей бывают разными, в том числе токсичными для окружающих. Ну, например, если темлит на совещании называет всю команду дебилами, у него потребность-то хорошая. Например, в уважении. Или в том, чтобы вся команда делала качественную работу, и он меньше тревожился по поводу результата. Потребность нормальная. Но способ немножко токсичный. Если у человека есть потребность в безопасности, и он ходит с газовым баллончиком, ну, может быть, это и нормально по вечерам. Вот если он приходит на конференцию дамп с пятиютилохранителями, это немножко странновато, наверное. Ну, понимаете, да? То есть потребности хорошие, способы бывают очень разные. И смысл в том, что… Сейчас давайте чуть-чуть здесь отвлекусь. Как вы думаете, кстати, когда люди приносят карьерный кейс? Вот сейчас что-то не так, хочется куда-то расти. Какая потребность стоит чаще всего за карьерными кейсами? Вот то, что я, не знаю, мне удалось понаблюдать. Как вам кажется? Самореализация. Удовлетворенность. Финансовая. Как вы не скрывали все перерочные финансы? Вот, интересное утверждение. Мы про это поговорим чуть позже. Общественное признание. Общественное признание. Знаете, то, что я увидел, это то, что чаще всего там потребность не тревожится. Очень много тревоги за карьерными кейсами. Потому что у людей… Я сейчас где-то нахожусь, и вот я уже не расту 10 лет, а коллеги-то вокруг растут как-то быстрее. И ощущение, что поезд куда-то уходит, ты вообще в России экономика как-то стагнирует, может быть, надо переехать в Европу или в Америку. И у человека ощущение, что он что-то пропускает в жизни. И очень много тревоги по этому поводу. Он говорит, мне нужна какая-то новая цель. Хорошая цель, она снимает тревожность. Ну как в жизни, да? Ты школу закончил, куда дальше? Блин, непонятно. Институт. Все, 6 лет можно не тревожиться. Ну или 4, да, всем по-разному. Ну потому что там у тебя как-то… Все понятно, что делать. Институт закончил, блин, что дальше? Хорошо, если есть аспирантура, да, но там уже как-то надо деньги зарабатывать, вот и надо что-то дальше делать. Очень много тревоги стоят за карьерными кейсами. И это было удивительно обнаружить. Потребности. Каким образом мы эти потребности реализуем? На эту тему есть понятие цикла контакта, который иногда изображают как цикл, но я его решил изобразить в виде такой кривой. То есть если мы по одной шкале отложим время, а по другой – энергию, которая в человеке возникает, то мы потребность удовлетворяем примерно следующим образом. То есть вначале у нас есть фаза преконтакта. На уровне преконтакта мы еще потребность до конца не осознаем, мы чувствуем. Ну вот мужчина, может быть, будет близкий пример, когда, помните, в детстве там назревала драка, вот у тебя возникает такое ощущение смутное, что сейчас что-то будет. Еще там, может быть, и слова никакие не произнесены, никто никого еще не тронул. Но уже ты одним местом чувствуешь, что сейчас что-то изменится. Вот это возникает ощущение какое-то. Потом приходит фаза осознавания, и когда ты осознаешь, у тебя возрастает энергия. После чего ты вступаешь в контакт с окружающей средой. Ну, в случае драки, ты какую потребность осознаешь? Обычно в безопасности. Ну и дальше варианты. Либо ты начинаешь драться, либо ты начнешь убегать. Но так или иначе какое-то действие. Либо тебя парализует, действие не происходит. Энергия возрастает, случается действие, контакт с окружающей средой мы вступаем, после чего энергия идет на спад, и на последней фазе мы осознаем, что же произошло. То есть происходит оценивание собственного опыта. И закрытый гештальт — это когда мы по этому циклу до конца прошли, мы его закрыли. Но он может быть незакрытым, потому что есть куча разных сопротивлений, куча сбоев этого цикла, где мы наши потребности не реализуем. Мы сейчас не будем туда вдаваться, мы поговорим о пяти из них очень кратко с примерами. Это вот то, что я наблюдал в работе нашей группы, в словах, которые люди произносят. Первый сбой в цикле контакта, психологи называют его конфлиенцией или слияния. В чем смысл? Смысл в том, что у нас у всех есть такое состояние, не знаю, может быть, если вспомните, вот когда вы как одна команда сдавали какой-нибудь проект, выпускали релиз. Не знаю, было такое, не было. Но как там это происходит? Такой какой-то общий энтузиазм нападает. Там вы перестаете спорить, кто что делает. Есть какая-то работа, ее хватает человек, который сейчас свободен. То есть вы даже, ну там нет никаких конфликтов. У тебя ощущение, что вы работаете как слаженная машина. Не знаю, было такое у кого-то, коллеги? Нет? Ну у меня такое было. И это очень классное состояние. У меня такое со Славой Панкратом, с моим бизнес-партнером было, когда мы запускали проекты вначале. То есть ты что-то придумал, раз запустил, тут же пришли люди, студенты, какие-то потоки денег. Круто, очень много энтузиазма. И ты вот это ощущение, то, что ты часть успешной команды, где вы единое целое, ключевое слово единое целое, ты стараешься сохранить. А нюанс в том, что это никогда не будет бесконечно. То есть в какой-то момент это заканчивается. И начинает вылезать различия. То есть вы релиз сдали, а дальше выясняется, что вы все немножко разные люди. И тебя напрягает, что вот он как-то вот так относится к людям, ты по-другому относишься к людям. Его напрягает, что он думает только о деньгах, а ты думаешь не только о деньгах, например. И ты думаешь, блин, мы же очень разные по ценностям. Но хочется сохранить вот эту общность. И в этот момент кто-то старается быть для всех хорошим. Ну, чтобы другой человек его не оторгал, не отвергал, начинает делать друг другу хорошо, возникает избегание конфликтов. То есть вот одна из девушек говорит, ну я так аккуратненько спросил у нашего менеджера, что он по этому поводу думает. У меня вопрос, а почему аккуратненько? В чем смысл быть аккуратненькой? Или, ну я тогда не выяснил вот какой-то вопрос, ну а сейчас уже поздно его поднимать. Почему поздно? Если у тебя остался осадок, подними. Ну нет, она выбирает не поднимать. Для того, чтобы избежать конфликтов и не рушить вот эту историю. И все это приводит к тому, что ты не можешь быть прямым. То есть ты чем-то недоволен, но для того, чтобы сохранять хорошее отношение с человеком, ты ему это не говоришь. Надеясь, что это удержит вас в месте. Это вот первый сбой, который я заметил. Он на этом цикле контакта стоит в самом начале, потому что, когда это происходит, ты как будто начинаешь свои потребности не ощущать. Для тебя главное, чтобы вы были вместе. Про это история. Вторая история – это интроекты. Интроекты – это убеждения, которые мы взяли на веру, до конца не переварив. Ну как это выглядит? Например, это уже не из практики эти группы. Я недавно вел тренинг, пошли с девушкой обедать, и она такая, нет, ну, делать нужно либо хорошо, либо не делать совсем. Кто вспомнит, откуда эта фраза? Это фраза из фильма «Москва слезам не верит», где главная героиня, когда стала директором завода, если помните, одна как раз говорила, делать, заниматься, ну, то есть нужно делать либо хорошо, либо не заниматься этим вовсе. Слушайте, ну это не так. Это касается не всех дел, правда. Но если ты идешь в туалет, ты что там должен, либо вот хорошо, либо, ну, как-то это очень странно, вот, нет? Ну, иногда нужно делать, как получится, правда? Ну, ты на эту тему как-то не… Но у них от людей есть убеждения. Потом у них есть убеждения, она там настоящий руководитель проекта должен там делать вот такое, сякое. Кто такой настоящий руководитель проекта? Где он описан? Это очень странная история. Ну, их очень много, да? Работа – это не развлечение, то есть воодушевление на работе испытывать нельзя, считает человек. Почему у него это возникло? Может быть, бабушка сказала, я не знаю. Но у людей таких штук довольно много. Вот мужчины не плачут, не жалуются, не пугаются, ну и так далее. Мы этих интроектов нахватываем вот в течение нашей жизни достаточно много. Я помню, там, когда я читал книжки, вот на каких книжках я вырос? Жюль Верн, Александр Дюма, кто там еще был, Рафаэль Саботини. Коллеги, помните, что такое главный герой этих книг? Они же идеальны. Но они реально, они сильные, они там никогда не унывают, они никогда не боятся, они за всю книгу даже никогда там не выходят в уборную, как бы вот, и у них все там, ну, правда. То есть ты на него смотришь, думаешь, блин, вот это мужчина. И хочется им быть. А потом, а в жизни как-то так не получается. Ну, е-мое, ну как же так вот? Опять я не капитан Блат. И начнешь себя за это как-то вот укорять. Ну, пытаешься жить, исходя из этого интроекта. Хотя, там, бояться, унывать иногда, это нормальная история. Третий сбой – это проекции. Проекция – это когда мы какие-то части себя приписываем окружающему миру. Ну, вот, обычно это звучит, что люди обычно тым-тым-тым-тым-тым. Слушайте, ну люди не одинаковые. Мне очень понравилась фраза про финансовую мотивацию, что людей мотивируют только деньги. Я такое часто слышу на тренингах. Но это не правда же. Людей мотивируют не только деньги. Правда. У людей есть хобби, например. Вы же своими хобби занимаетесь не за деньги. И у кого-то хобби перерастает в работу. И там тоже история не всегда про деньги. Деньги важны, но не всегда они на первом месте. На хобби мы тратим деньги еще. Вот это странная история. Это какая-то история чаще всего про себя, которую мы иногда приписываем окружающим. Человек в группе говорит, не, ну, человеку история простая. 40 лет. Он сейчас работает руководителем отдела. Он что-то не так, хочет что-то менять. И у него много переживаний, что ему уже 40-ет. И он проигрывает тем, кому 23 года, там, молодежи. Говорит, ну, слушай, ну, работодатель наш не любит, там, людей старше 40 лет. Почему не любит? Откуда эта идея? Может быть, он бы не нанимал людей старше 40 лет. Тогда это понятная история. Но говорить, что наш работодатель, вообще кто это? Не очень понятно. Это явно что-то приписывается окружающей среде. Или программистов гладить против шерсти нельзя, а то оно потом к тебе вернется. Фраза от этого же человека. Может быть, его нельзя гладить против шерсти, потому что это потом вернется. Программисты, некоторые достаточно прямые люди. Им скажут, слушай, ты сделал какое-то но. Посмотрят, ну да, согласен. И нормально. Он тебе потом так же скажет. Это вполне нормальная история для многих людей. Ну и так далее. То есть таких вещей очень много всплывает в разговоре. И это тоже мешает действовать. То есть человек не удовлетворяет свою потребность в том, чтобы поменять работу, в чем-то еще. Потому что исходит из того, что после 40 лет тебя уже никуда не возьмут. Если из этого исходить, ну все, остается только на этой работе работать до пенсии. Вариантов больше нет никаких. Еще один интересный сбой называется дефлексия. Дефлексия – это когда есть какая-то потребность, энергии много, но удовлетворять ты начинаешь другую потребность. Звучит очень странно. Знаете, как в жизни проявляется? Человек говорит, у меня вот как-то сейчас какой-то застой, такое плато. Я вот думаю, может, надо свою компанию в Китае завести? Ну потому что Китай сейчас на подъеме, там экономическое чудо, там то есть все как бы все прет. Ну мы говорим, ну окей, Китай, да, а что сейчас-то будешь делать? Он говорит, ну вот я думаю, сейчас сертификат по C-шарпу получить. У меня вопрос, а где связь? Ну связи прямой нет. Но у человека это в голове не вызывает логического какого-то противоречия. А почему? Потому что сейчас у него много тревоги, что он что-то пропускает, а Китай в этот момент прет, понимаете? Это же ужасно. Ну как бы, и как жить-то в этот момент, не очень понятно. Я иронизирую, а у него это реально проблема. И надо что-то делать. Что делать? Сертификат по C-шарпу – понятная тема, близкая. Давайте хоть любая цель снимать ситуационную тревожность. И вот человек начинает эту цель достигать. Или еще один вопрос. Еще один кейс. Человек говорит, тут у меня начальник очень токсичный, ну то есть он реально ведет себя очень странным образом. Поэтому я решил построить правильную культуру в своей команде. Как это решит проблему с токсичным начальником? Ну, если начальник токсичный, и твоя потребность в уважении постоянно-постоянно задевается, может быть, с начальником как-то надо решать этот вопрос? Ну как решать, непонятно, и страшно, и многие другие там вещи, да? А строить культуру в команде понятно. И вот возникает тоже такая история. Из личной работы могу привести пример. Не нарушая правила конфиденциальности, очень обтекаемого. У человека, допустим, вопрос, он встречу один на один со своим начальником, не решается попросить начальника, а встреча один на один. Ну потому что работа новая, как начальник это воспримет непонятно, их никогда не было там и так далее. И у него много энергии, но энергия там, знаете, на чтение книжек, там какая-нибудь, вышла новая книга в издательстве МИФ. О, классно, надо попробовать вставать в пять утра. Как это решит вопрос со встречами один на один с начальником? С тем, что ты не понимаешь, что он от тебя ждет. Тревога-то вот оттуда. Но это как-то страшно, а вот сбоку не страшно. И вот энергия идет куда-то вбок. Это называется дефлексия. И последний сбой, о котором я сегодня хотел поговорить, называется девалидизация или обесценивание. Причем это обесценивание может быть своего опыта, себя или своего способа мыслить. Но чаще всего это, знаете, как ты глядываешься назад и думаешь, не, ну а что тут такого-то? Ну да, там 40 лет, у меня сейчас 40, допустим, я отработал где-то 10 лет в банковском каком-то проекте, ну да, у нас там какие-то финансовые алгоритмы, ну что тут такого? В принципе, это ничего такого страшного тут нет. Коллеги, честно, кто, оглядываясь назад на свою работу, вот так думает, что ну а что тут такого, ничего такого тут нет. Это в принципе любой человек может сделать. Да, ну вот, а на самом деле нет, не любой человек это может сделать. Вот я, например, бы не хотел с вами поменяться местами. Ну правда. Не знаю, хотели бы вы со мной поменяться, да? Вот, но я не хотел бы, потому что вы все уникальны, и я никогда не работал там в том бизнес-контексте, где вы работаете, с заказчиками, с которыми вы работаете, со сложностью от бизнеса, бизнес-домена, с коллегами, с вот этими проблемами, с программистами. Я никогда там вот с конкретно вашими не сталкивался. Может быть, с похожими, но не с такими. И у вас у всех свой какой-то уникальный опыт. Как это выглядит? Чувак рассказывает достаточно сложную технологическую область. Ему тоже под 40, и вот он чувствует, что что-то не так. И он уже поменял компанию, он уже поменял страну. И все равно что-то не так. Он думает, может быть, сейчас вот куда-то пойти там скорее в науку, но фразы, которые он говорит, знаете, как звучат? Ну, чем мы занимаемся? Ну, мы хотим всучить покупателю то, что они не хотели бы покупать. Да, вот сложная технологическая область. Или там, и хочется как-то вроде подвинуть уровень знаний этих несчастных, вот научных. И, в принципе, можно нарисовать себе PHD, да, там, то есть не получить PHD, а нарисовать себе PHD. Но я приду в 40 лет потом в университет получать PHD, при меня все скажут, а кто это к нам вообще такой пришел? И у человека много-много фраз, и они вроде все говорятся с улыбкой, но фразы-то не веселые. И вопрос здесь в том, что, оглядываясь назад, человек как оценивает то, что произошло? Это все фигня какая-то, все это ненастоящее. И сейчас он поменяет свою работу, да, там, пойдет в университет, что произойдет через 5 лет? Он оглянется назад? Ну, какая-то все это фигня. Все это ненастоящее как-то. Что делать? Может, в Австралию надо переезжать? У него проблема не в том, что он сейчас находится не там, где он хочет. Проблема в том, что он оценивает свое прошлое вот именно таким образом. И пока он будет себя так оценивать, вряд ли он начнет получать удовольствие от своей работы, от своей жизни. Коллеги, к чему я веду? Мы поговорили сейчас о некоторых сбоях. И я верю в то, что этих сбоев достаточно много происходит. Это именно то, что не дает нам получать удовольствие от работы. И вопрос не в том, что мы мало отдыхаем. Вопрос в том, что эти сбои случаются, а мы их не вполне осознаем. И когда мы не осознаем, это приводит к повторению шаблонов. Год назад я выступал на конференции в Питере про профессиональные выгорания. Там в деталях рассказывал истории с своим годовым отпуском. Там гормоны счастья, там то-се. В общем, мне очень нравится этот доклад. После доклада, значит, встаю на выходе из зала. Начинают подходить люди, задавать вопросы. Подходит мужчина, ну, ему лет 35, наверное. Говорит, Александр, вот такой вопрос. Я работаю в компании своих друзей, то есть они директора, владельцы. И они на меня нагружают очень много задач. И мне, говорит, тяжело. Я уже принял волевое решение не работать по выходным. Но, говорит, все равно работаю по 12 часов в день. Как-то тяжеловато. Семья смотрится непониманием. Детей мало вижу. Я думаю, может, у меня уволятся. То есть сменить работу. Я его слушаю через призму всего этого и думаю, а поможет ли это? Потому что вопрос-то не в том, что он работает так. Вопрос в том, что как это происходило. Он же не сразу был перегружен. Он пришел. Друзья. Подружился с директорами. Или наоборот, сначала подружился, потом пришел. И люди начали ему одну, один проект, второй проект, третий. А он берет. Он не отказывает. Его вопрос в том, что он не умеет отказывать. Он устроится на новое место работы. Подружится там с директорами. Они начнут ему один за другим проекты предлагать. В какой момент ему станет легче? Может быть, первый год станет легче, а потом он довольно быстро придет к той же самой ситуации. За ним подходит девушка. Первый раз на IT-конференции девушка заплакала, задавая вопрос. С тех пор случаи стали повторяться. Может, это связано с тематикой моих докладов теперь. Я не знаю. У нее история такая не очень веселая. У нее токсичный начальник, очень неприятный, который доводит ее до слез на работе. Настолько, что она даже рассказывая, начинает переживать и плачет. Она говорит, что может, я думаю, уволится. И у меня тоже вопрос, поможет ли. Потому что ей вопрос в том, что она, очевидно, не умеет отставить собственные границы. То есть, когда человек эти границы нарушает, ее это задевает, она плачет, но она не умеет его подвинуть. Сказать, дружище, давай ты не будешь себя так со мной вести. Вряд ли он сразу начал доводить ее до слез. Он вначале что-то сказал, она промолчала. Второй раз сказал, дальше, 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 все. И на новой работе эта ситуация может повториться. Потому что она не понимает, как это работает. И я призываю к тому, чтобы со всем этим разбираться. Потому что, когда появляется осознанность, появляется возможность выбора. Вести себя так, как раньше, или вести себя иначе. Попробовав вначале. Потому что очень тяжело себя раз взять и изменить. Но попробовать, поставить небольшой эксперимент можно. Все это усложняется еще тем, что нам довольно тяжело меняться. Вот это симпатичное, дружелюбное животное на слайде называется аплизия. Вот или морской заяц. И благодаря ему Рик Кандал, инарибиолог, получил все время Нобелевскую премию. Он исследовал нервные клетки, которых 20 тысяч у аплизии, на тему того, как они синаптическими связями друг к другу прирастают. И он обнаружил, что если возбуждать какие-то нервные клетки постоянно, то нейроны между собой этими синапсами начинают срастаться. Там такие шипики появляются дополнительные. К чему я веду? К тому, что у нас в голове ровно то же самое. Не в том плане, что у нас аплизия в мозгу, но работает таким же образом. Понимаете? Вот те модели поведения, паттерны поведения, которые у нас сложились, эти сбои, это по сути адаптационные механизмы. Мы таким образом адаптировались к жизни. В детстве, в школе, где-то еще. То есть у нас какие-то зоны мозга активировались в то время. И у нас вот эти нейронные связи с собой срослись. И на начальном этапе это нам сильно помогало. И это сильно помогало в том числе и вам стать тем лидами и менеджерами на первом этапе. Но если вы чувствуете, что вы вышли на какое-то плато, то с большой вероятностью эти адаптационные механизмы сейчас уже в чем-то мешают. И чтобы они работали иначе, нужно возбуждать другие зоны мозга, что ли. Кто-то говорит, ну выходите из зоны комфорта. Это затасканная такая фраза. Правда? Если ты просто выйдешь из зоны комфорта, это не всегда поможет. Вы все сидите, вам очень помогут. Ну-ка встаньте, коллеги, выйдите из зоны комфорта. Похоже, вам это не очень поможет построить карьеру. Но где именно выходите из зоны комфорта? Это интересный вопрос. Но если постоянно выходить, то действительно исследования Кандала показывают, что меняются синаптические связи. То есть прямо органическая структура мозга, можно так сказать, меняется, если этим заниматься. Каким образом можно работать с осознанностью и с пониманием того, что у тебя в голове происходит? Я знаю три способа. Первый способ – это саморефлексия, и это вот то, чем мы сейчас с вами занимались. Я не знаю, когда я рассказывал, может быть, вы в чем-то узнавали себя, происходило какое-то узнавание, но это уже полезная работа. То есть это такой хороший, как мне кажется, первый шаг. Но этого обычно недостаточно, потому что довольно тяжело быть одновременно и субъектом исследования, и объектом исследования. То есть вот люди, когда говорят фразы, они же за собой не замечают того, что они говорят, что это нелогично, что это звучит как проекция, что это звучит как дефлексия. Очень тяжело это за собой заметить. Поэтому хорошо помогает работа с другими людьми. Например, работа в группе. Это может быть какая-то психотерапевтическая группа, коллеги, я не знаю. Это может быть и не терапевтическая группа. Но, например, у нас сейчас основные программы обучения онлайн, они длительные. Там полгода, год. Люди работают в небольших группах, 8-10 человек. И человек на первом занятии спрашивает, слушайте, а вот у меня вопрос, я пришел проработать свою токсичность. Мне говорят, что я веду себя токсично. Вы меня сразу из школы выгоните или как? И я говорю, нет, потому что смотри, ты же можешь как это сделать? Ты можешь прийти в группу и сказать, коллеги, меня считают токсичным. Я бы был очень вам благодарен, если бы каждый раз, когда я так себя веду, вы мне это возвращали. Вы говорили, Сережа, ты опять ведешь себя токсично. И ты можешь эту работу прорабатывать в группе. Какие-то свои вещи, которые ты про себя уже знаешь. Люди тебя будут это возвращать, если ты их особенно об этом попросишь. И третий способ, это, конечно, работать со специалистом, который выступает профессиональным зеркалом, отражая то, что в тебе происходит. Хороший специалист может сделать чудеса. Я два года работаю с психотерапевтом, как раз после своего выгорания я туда пошел. И я считаю, что это лучшие инвестиции, которые я сделал за последние 20 лет, наверное. Первые, знаете, четыре встречи, я выходил, у меня были какие-то такие мощные инсайты. Я думал, ничего себе, мне 40 лет, как я не понимал таких вещей-то элементарных. Какая выгодная схема. Я хожу раз в неделю, плачу немного денег, и каждую неделю у меня инсайт. Думаю, надо дальше это делать. С тех пор инсайтов стало поменьше, потому что ты натыкаешься, как будто на одни и те же грабли, которые у тебя в голове встроились. Но ты учишься с ними как-то обходиться. У меня не остается времени, коллеги, рассказать вам, что я про себя выяснил, но какие у меня были сбои. У меня этих сбоев полно, они до сих пор есть, я с ними живу, как-то хожу, приспосабливаюсь. Но к чему я веду? К тому, что когда ты начинаешь это понимать, от чего у тебя бомбит? Почему у тебя вчера все было хорошо, а сегодня в такой же ситуации что-то не то? Пытаешься поймать эту историю у себя, почему хочется поругаться с женой, почему хочется поругаться с бизнес-партнером? Как это связано между собой? Это оказывается связано потом. Очень удивительно. Возникает какое-то ощущение, почему это происходит. И вот сейчас я по-прежнему работаю в стратоплане. Я запускаюсь теми же образовательными курсами, которыми я занимался раньше. Но уровень удовольствия от этого совершенно другой. То есть такое ощущение, что как будто ничего не поменялось, но как будто поменялось все. Это очень странная история. Да, я стал чуть по-другому общаться с бизнес-партнером. Чуть-чуть стараюсь. Но уже стресса накапливается гораздо меньше, чем было. Коллеги, на самом деле это все, о чем я хотел с вами поговорить. Главное, к чему я всех призываю, это интересоваться собой. И то, что вы ходите на конференции, проецируете все это на себя. Мне кажется, это очень хорошая такая история. Замечательный первый шаг. Есть некоторое количество дополнительных материалов, которые есть. Если интересно, посмотрите. Может быть, вы захотите в эту тему углубиться дальше. И спасибо вам за внимание. Надеюсь, что это было, может, чуть-чуть мрачновато. Я как-то из-за этого переживаю, но полезно. Спасибо вам. И у меня такое, знаете, на правах ведущего первый вопрос. А что ты узнал о себе? Это есть на предыдущих слайдах. Но я не знаю, есть ли у нас еще минут пять про это рассказать. Смотрите, у нас на самом деле следующий доклад через 20 минут. Мы можем считать, что у нас официальная часть закончена. Можно идти пить кофе. А те, кто хотят дальше продолжить общение со спикером, ну оставайтесь здесь и мы поговорим. Галерий, смотрите, как вам удобнее. Я могу рассказать, что я узнал про себя, если это интересно. Надо, не надо? Давайте в двух словах. Первое, что я узнал, это то, что у меня есть склонность вытерпливать. То есть в чем вытерпливать? В основном по отношению к бизнес-партнеру, к близким людям. Ну как это происходит? Мой бизнес-партнер, он, конечно, совершенно другой по типажу. Мы во многом похожи. То есть у нас у каждого по трое детей, все мальчики, по жене, сильная миопия, очки. Мы оба физмат-лицея заканчивали. Но при этом он больше меня в полтора раза. И он такой довольно агрессивного, напористого типажа. Такой, знаете, про бизнес, про деньги. А я такой больше про людей, знаете, со всеми подружиться. Ну вот, и когда ты занимаешься бизнесом, то какие-то решения, ну как принимаются? Я очень много иду навстречу. Ну потому что… Спасибо. Ну потому что я же не знаю, как она сработает, не сработает. Я думаю, ну ладно, я потерплю здесь, говорю, Слава, давай будем делать, как ты предлагаешь. Ну вот, и так идешь-идешь навстречу, идешь-идешь. Проходит год-два, и вот это все накапливается внутри. И ты думаешь, а нахрена я все это терплю? Оно вообще стоит того или нет? В этот момент я к нему прихожу, говорю, Слав, я хочу уйти из стартоплана. Для него это всегда такой сюрприз, он говорит, как? А Саша говорит, а что случилось? Давай обсудим. Мы начинаем обсуждать, коллега проявляет вообще не свойственную ему гибкость. Мы обсуждаем, и я остаюсь. И так было три раза. Три раза мы собирались разойтись. Первые два раза я просто приходил и говорю, Слава, я не могу, я ухожу, он очень удивляется. Третий раз это была такая пассивная агрессия с моей стороны, что он не выдержал, сказал, слушай, нет, так жить невозможно, давай расходиться. И я сейчас стараюсь себе не накапливать, не вытерпливать. Если меня что-то не устраивает, то есть вот на четвертый раз я прилетел в Кимгры, значит, коллега, давайте я сейчас вам изложу все, что у меня накопилось, чтобы я больше не пришел к вам потом и не сказал, что я хочу уйти. Он так напрягся, сидел, молчал, видно, что ему не нравилось то, что я говорил. Но он как-то все это выслушал, мы обсудили и получилось отлично. И с тех пор я стараюсь в плане него не вытерпливать. И это касается всех близких людей. То есть если мне что-то не нравится, я стараюсь об этом сейчас прямо сказать как можно быстрее в тот момент, когда я это испытываю. Вторая тема, это вот специалист, с которым я работаю, надо мной ржет, он говорит, Саш, ну, у тебя опять эта тема, сама придумала, сама обиделась. Это когда я вот с кем-то взаимодействую, представляю себе какое-то будущее, которое мне сильно нравится, а потом реально с этим будущим расходится. Приведу пример. У меня как-то знакомый говорит, Саш, а ты можешь вот рассказать, как вы делаете запуски образовательных продуктов? Вы же крутые в этом, я говорю, ну, конечно, крутые. Ну, без дураков мы там, может быть, в топ-10 команд в России, которые делают запуски там онлайн-курсов. И там по финансам, и по маркетингу, по всему. Я говорю, Наташа, конечно, не вопрос. Говорит, давай за бедом завтра расскажешь? Я говорю, конечно. Значит, а так получилось, что за неделю до этого я рассказывал про запуски там другой команде питерской. И люди, они там давно в бизнесе, у них там портал на миллион подписчиков, там все такое. Они сидели, у них реально челюсти отпадали. Они говорят, ничего себе, вот это круто. Ну, потому что они поняли, что сейчас они могут еще и запуски делать, и у них там вообще бизнес заколосится. И я поймал такую дозу восхищения от них. Я думаю, ну, сейчас Наташа буду рассказывать, Наташа будет ронять челюсть, восхищаться, все такое. А Наташа пришла с подругой на обед, значит. И происходит следующим образом. То есть я, она говорит, Саша, ну что там про запуски? Я что-то начинаю рассказывать. Подруга такая, Наташа, ты кофе будешь? Наташа такая, кофе? Да, давай, ты какой? Латто, американо, хорошо. Они начинают обсуждать кофе. Так, поставив меня на паузу. Я думаю, ну ладно, подожду-ка. Закончили обсуждать кофе, она говорит, ну что там про запуски? Я начинаю рассказывать. Тут подруга такая, Наташа, ты салат возьмешь? Такая, салат? Какие там есть салаты? Ну что ты обсуждаешь салаты? Я снова, значит, на паузу стою. И так четыре раза. Я вообще не поймал свои дозы восхищения, ожидаемые. Я на них обиделся. Ну это была там середина группы терапевтической. Я ему вернул, говорю, слушайте, вот такая история. Я прям на вас обиделся. Они так удивились, говорят, да, а нам так интересно было слушать про запуски. Как так-то, говорю, у меня ощущение, что мои там эти успехи бизнеса, они на уровне там между салатом и американом где-то, знаете, затесались там. Они такие, ну, очень разные карты реальности у людей. То есть им это, в их вселенной это интересно слушать про запуски. В моей вселенной это им вообще положить на запуски. Ну, понимаете. Ну, почему? Потому что я нафантазировал какое-то будущее, что мной будут восхищаться, мной не восхитились. Вот она, ну, сама придумала, сама обиделась, в общем. Вот. И третья тема, это называется профлексия. Это когда другому человеку делаешь то, что ты хотел, чтобы он делал тебе. То есть ты хочешь, чтобы тебя слушали, поэтому ты хорошо слушаешь других людей. Вот. Ты хочешь, чтобы как-то тебе доносили мягко обратную связь, не жестко. И поэтому ты мягко другим людям доносишь обратную связь. Надеясь, что они будут так же делать. Это не так. Они это не считывают. Вот. Мой коллега, если он прямой, как этот самый, как топор, почему-то, ну ладно, прямой. Вот. Очень прямой, не всегда приятный. Вот. И если я буду с ним как-то там обходительным на что-то еще, это никак не сделает его обходительным. Вот. Но вот такая идея у меня как бы тоже иногда есть. То есть вместо того, чтобы прямо попросить, ты начинаешь как-то вот такими обходными путями, значит, с человеком пытаться взаимодействовать. Вот это то, что я узнал про себя, то, что мне мешает жить. И, ну сейчас это интересно, потому что ты наталкиваешься, там, что, блин, опять сама придумала, опять сама обиделась. Да ешкинг, вот сколько же можно? Вот. Но потихонечку это осознаешь, как бы, и эмоции идут на спад неприятные. Вот. В двух словах, если так, Юль. Субтитры подогнал «Симон»